Музей Гугенхайма В жизни не существует, потому что здание зажато за стройки. Райт планировал постройку музея в красном цвете. К сожалению, городское правительство запретило ему воплотить такой проект в жизнь. Тем не менее, на мой взгляд, в красном цвете музей выглядел бы более привлекательно. Подходишь к музею и попадаешь в длиннющую очередь. Встаешь в самый конец. Заходишь внутрь и попадаешь тоже в длиннющую очередь, но уже за билетом. Зато есть время полюбоваться на внутренние виды музея. Не секрет, что Райт считал форму спирали идеальной воплощением жизни на земле, развития и угасания. Эту идею он воплотил в здании музея Гугенхайма. К сожалению, великий архитектор не смог увидеть свое здание в реальной жизни. Оно было построено уже после его смерти. Захожу в здание и поднимаюсь по спирали. Рассматриваю серию картин. Автор мне неизвестен. Уже потом я узнала, что автор Хильма Клинтон. Эта серия называется Хаос. Посмотрите. В ней явно присутствуют природные мотивы, а также элементы космос. Выдержаны в единой цветовой гамме. Поднимаюсь дальше по спирали и нахожу два ответвления. Захожу в первое. В этой комнате выставлены три скульптуры. Современное искусство предполагает, что каждый находит что-то свое в произведении. Слева направо. Король королей. Колдунья. Адам и Ева. Возвращаясь на спираль, снова рассматриваю работы Хильмы Клинтон. Эта женщина стала первопроходцем среди абстракционистов. Ее композиции предвосхитили работы Кандинского, Малевича и других известных авторов. В ее коллекции насчитывается более 1200 работ. Это художница шведского происхождения, и в основном эта коллекция собрана в Стокгольме, в фонде Хильмы Клинт. В ее картинах есть что-то магическое и завораживающее. Хильма Клинт практиковала спиритизм, и это явно отразилось в ее работах. Захожу в другое ответвление, и здесь мы уже видим работы наиболее известных авторов. Здесь выставлены работы Тулус Латрека, Пикассо, Писсаро, Дега и других чуть менее известных авторов. К сожалению, можно видеть только по одной-две работы великих мастеров. Больше всего в музее мне понравилась небольшая пещерка. На пути по спирали видишь круглый проем. Заходишь туда, и это оказывается небольшая читальная комната, в которой в общем доступе можно взять книжку про любого художника и почитать. На следующем этаже в этом же месте расположено кафе. Кафе выполнено в том же стиле, что и основной интерьер здания. Далее мы видим работы другого автора. Это Ребекка Квотман. Его работы выставлены уже на подходе к вершине здания. Это американский художник-абстракционист. Самое интересное, что я нашла в его работах, это композиция. Причем композиция не самого художника, а композиция выставленных его работ. В общем-то, это заслуга работников музея. Его работы собраны по три и расположены в индивидуальном порядке. И выставлены они невероятно уравновешенно. Дохожу до конца спирали. Попадая в тупик, появляется какое-то чувство незавершенности. Райт планировал движение посетителей по другому сценарию. Он хотел установить в здании прозрачный лифт, чтобы посетители сначала поднимались на самый верх, а потом уже спускались по спирали. К сожалению, это не удалось воплотить в жизнь. В обратном случае, наверное, не создавалось бы такого ощущения опустошения. Я любуюсь на прозрачный купол. Обращаю внимание, что перила очень низкой высоты. Мне стало даже интересно, никто ли не заканчивал жизнь самоубийством в Музее современного искусства Гугенхайма. Но такой информации я не нашла. Впечатление о музее осталось несколько смутным. Мне немного не хватило атмосферы искусства. Тарковский говорил, что если мир в порядке, в гармонии, то он не нуждается в искусстве. То есть таким образом получается, что искусство существует только потому, что мир плохо устроен. В здании Райта все обустроено просто идеально. Все белое, светлое, безэмоциональное. Мне не хватило какой-то болевой составляющей, атмосферы поиска. Но искусство на то и искусство, что каждый находит в нем что-то свое. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok